Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот вчера я здесь снимала видео, рассказывала, что спеют томаты, показывала, что все листики у меня хорошие, такие зеленые. И сегодня я пришла сюда специально, чтобы снять финальное видео на тему как вырастить в теплице томаты, чтобы не было фитофторы. Уже вчера я показывала, еще раз повторю, я просматриваю все листья, у меня все листья здоровые, ни одного пятнышка нет. И многие люди задают вопрос, что вы делаете, много ли вы обработок делаете. Я сразу скажу, что много обработок я не делаю. Я не знаю, как другие люди спасаются от фитофтора. Я просто сейчас скажу, я специально выписала на бумажку все действия, которые делала я в этом году. Хочу пояснить, что вот эти томаты я высаживала, сейчас скажу, 24 апреля. То есть они у меня здесь находятся уже 3 месяца. И если пересчитать, вот, например, я высадила бы их в открытый грунт в обычные сроки 10 июня, июль, август, сентябрь. Так выглядят помидоры у нас в открытом грунте в сентябре. То есть они уже взрослые. Вы видите, что они даже крупные уже поспели, плодоносят. Значит, вот эти вот 3 месяца, которые находятся на постоянном месте, это уже тот срок, когда могла бы быть фитофтора. Если бы ей, ну, надо было быть, она бы здесь уже появилась. И сейчас я шаг за шагом вам расскажу, какие я делала действия, чтобы предотвратить фитофтору. Но сразу замечу, что ничего особенного я не делала. Все простые процедуры. Во-первых, семена замачивала в привикуре, как вы знаете, что это фунгенцид от заболеваний. И из-за того, что я замачивала в привикуре эти семена, рассада была здоровая, крепкая. Не было никакой гнили, ни черной ножки, ничего. Потом при высадке вот сюда на постоянное место я полила каждую луночку фитоспорином. Это было в конце апреля, еще раз вам напомню. Потом, через какое-то время, в начале мая, ну, через неделю, наверное, я развесила вот здесь везде бутыльки с йодом. Вы можете тут видеть, но сейчас заросло оно, я показывала, что я развесила йод. Потом, когда я подкармливала золой, это было 18 мая, я добавила в этот раствор, был раствор золы с йодом. Вы помните, я рассказывала, что 1,5 мл йода я туда лила, и вот в каждую луночку. Это тоже как дезинфекция грунта, чтобы вот в приствольном, вот в этом круге у нас не было фитофторы. Он как прижигатель. Потом, 24 мая, через неделю, я опрыснула, сделала опрыскивание. Тоже все это показано, есть видео. Гомаир и аллерин. Потом, 3 июня, я полила фитоспорином. Как полила фитоспорином, тоже показывала. В бочку прям общий раствор сделала, и через капельный полив. Потом, самую последнюю обработку, 24 июня, я делала опрыскивание трихополом. Тоже есть видео, я рассказываю, как я это делаю. В результате, если вот все сделать, выжимку такую основную, я повесила иод, полила фитоспорином при поливе, потом йод добавила во время подкормки, один раз опрыскивала биопрепаратом, и один раз полила фитоспорином, и потом трихополом. Все. Ничего я особенного не делала. Все это при поливе, при подкормке. При подкормке добавляла иод, и при поливе добавляла фитоспорин. Еще что я хочу сказать, как вы видите, что никаких особенных таких каких-то препаратов, сильно действующих, я ничего еще не применяла Но так же как в открытом грунте, я вам сразу говорю, как только если я увижу, что у меня здесь появится какой-то первый признак фитофторы Я буду обрабатывать более серьезными препаратами, не фитоспорином, не аллерином, буду брызгать или орданом, или бордовской смесью Бордовскую смесь я для себя считаю приемлемой, потому что много лет ей, я уже говорила, и бабушка, и мама пользовались, все мы это употребляли Главное, надо срок ожидания соблюдать, и ничего страшного в этом нет Но вот я пометила, еще хочу что сказать уже от себя, свое мнение Я сейчас вот выскажу свое мнение, может быть кто-то со мной согласится, кто-то нет Я никогда не говорю, что мое мнение, это обязательно, вот стопроцентно правильное Может быть я ошибаюсь, но по своему собственному опыту, я как заметила и хочу вам рассказать Что многое зависит от семян С каких плодов мы получили семена Если вот эти плоды у меня, листья все зеленые, растение не больное И если я получаю вот с этого здорового растения семена То на будущий год они уже менее склонны к заболеванию Как говорят, здоровое растение дает здоровое потомство Это что и у людей так, что и у растений так же Чем здоровее, чем крепче вот эти кусты, если мы хорошо за ним ухаживаем Если нет на нем никакого заболевания, ясно, что оно даст хорошие крепкие семена, здоровые И все зависит от качества рассады, как я думаю Уже на стадии рассады я вот делаю выбраковку жесточайшую Я всегда сею больше и стараюсь слабые и больные растения не брать Некоторые как жалеют, надо их выхаживать, надо что-то с ними делать, надо их лечить Если я посадила, ну вот пусть любимый праздник Если я посадила любимый праздник 20 штук, а мне нужно всего 10 кустов То я выберу изо всех растений 10 самых крепких, самых здоровых Вот это тоже еще один фактор, который влияет на то, будет у вас фитофтора или нет Все вы знаете, что фитофтора чаще всего приклеивается к больным слабым растениям Если были здоровые семена от здоровой мамочки Если были, например, у вас крепкая рассада Если вы высадили, ну и какие-то минимальные там действия для дезинфекции воздуха Для дезинфекции грунта, вот прикорневого ствола сделали То я больше чем уверена, что можно вырастить и в теплице, и в открытом грунте Без фитофторы томаты Но про открытый грунт я буду говорить отдельно Там надо, есть такие регионы, где невозможно вырастить Начинается фитофтора повальная Там надо сорта подбирать с коротким сроком созревания А в теплице, где нет осадков излишних И где мы можем сами контролировать полив наших томатов Вырастить томаты без фитофтора, это вполне реально Вот сегодня я читала на Однокласснике Когда записывала, как заказать семена в видео На Однокласснике читала, мне пришло сообщение от девушки Вырастила с моих семян рассаду в теплице У нее томаты по 750 грамм И написала, что без единого опрыскивания, без подкормок Кстати, вот эти томаты у меня тоже на одной золе Я вот золой подкармливала И добавляла для дезинфекции вот эти все препараты Фитоспорин и все остальное Все, вот это мой такой финальный видеообзор Я всегда делаю один ролик после какого-то этапа Вот рассаду вырастили Я рассказала, как я получаю здоровую крепкую рассаду Потом первый урожай получила Я рассказала, что я делала для того, чтобы получила первый урожай И вот сейчас, когда по прошествии трех месяцев Вы уже видите, что здесь у меня нет ни фитофтора, ничего Несмотря на загущенность 140 здесь корней Некоторые не верят, но я могу потом пересчитать Вот 140 корней И как многие говорят, что так густо садить Обязательно будет заболевание Обязательно будет что-то Нет, не будет, если вы постараетесь Вы видите, что у меня все низы А освобождены от листьев У меня хорошее проветривание Я сильно вот эту загущенность убираю Как только плоды спеют, я листья снимаю Так что и 140 томатов в одной теплице Можно вырастить здоровыми, крепкими Без различных заболеваний Про семена Вот что я сказала, от здоровых семян Получаются здоровые, которые менее восприимчивы к заболеванию Это мое личное мнение Может кто-то с этим согласится, кто-то нет Но вы спросите у опытных садоводов, огородников С каких семян получаются более здоровые растения Или с домашних, которые они сами собирают Или с магазинных, которые на полях собирают Неизвестно в какой стадии Если они такие уже черненькие Изначально такого темного цвета Маленькие, серенькие Скорее всего они будут слабые И восприимчивые к фитофторе Начинать нужно с грунта и с семян Протравливаем грунт Протравливаем семена Здоровые семена И не будет фитофтуры Все, до свидания С вами была Ольга Чернова Сейчас постараюсь еще выключить камеру Субтитры создавал DimaTorzok